свежее письмо я понимаете как если бы я мне давно все сверстан на несколько вебинаров вперед на 10-20 часов разговоров но тут дело вот чем друзья приходит свежее письмо а как я одному человеку это могу рассказать я уже умолял мне будет прошу спрашивать час прошел пожалуйста отключите телефоны больше не могу это оправдываясь не ругаешься оправдывать поэтому когда приходит такие письма мне проще себя взять и прям это я даже не стал почти давайте читать вот а это какая вебинар что-то раньше что-то позже здравствуй уважаемый я учусь в техническом университете имени кирова санкт-петербурге бывшая академия имени кирова я специалист ландшафтный архитектор эти насчет несмотря на это мы изучаем работу питомников почему несмотря наоборот поэтому изучаем питомники питомники должны создавать красоту а вы их потом уже это кто-то вырастет волосы а кто-то их причешет вот так и ставлю вопрос вопрос зашел об абрикосе планируем питомники в архангельске выращивать абрикос под бой из косточки абрикоса сибирского или все же взять косточки манджурского знаете когда готовлю таки это вспомните тут было бы 10 фотографий и сибирского и манджурского и привита и непривитого а здесь коротко так чтобы маргарита уже сказала все я поняла вот хотя бы каком направлении двигаться поэтому коротко приводить на него надо именно абрикос манджурский посмотрите внимательно я я этого не знаю латинского этого перевода вот перевод способом радиолетняя кулировка подрастающим глазком когда я про это причем про процесс глазком друзья меня знают что у меня сразу шерсть дыбом охота материться вот на делом сейчас я объясню разницу почему все-таки скорее всего вам придется окулировка работа проблема выборе срока прививки какого возраста должен быть по двое из косточки выращены внимание вот я почему понял что человек далекий от нас вот по двое чтобы начинать привать сколько ему должно быть она пишет двухлетки или надо пятилетку взять какого они диаметра в этом возрасте два и пять лет а где три четыре почему или два или пять если росли скотчки нигде не могу информацию помогите мы с вами друзья и маргарите обращаю внимание моих только в этих манджурских абрикосов на 121 вебинаре только видели несколько сотен раз вспомните манджурца патриарха трехэтажное дерево вспомните его детей вспомните что вот она собирается привать маргарита да и совсем свежая прошла информация от ваулина александра юрьевича моего друга и ученого крупнейший ученый учитывая я считаю как для меня крупнейший ученый это на тот момент он был вставляющий образцы директора института кандидат наук до этого был завкафедрой до этого был доцентом вот а что такое крупнейший когда он не академик и не доктор крупнейшие результаты друзья а результаты пошли от меня от железа а то патриарха его слова сказанное если меня не мы там слышат вот значит тоже от него интересную информацию получаю он подтвердит как посредник как не испорченный телефон и я подтвердил вот что все практически мы манджурские абрикосы которые попали в науку дали уникальный результат по плодоношению по урожаю по взносливости для урала необычайны по рекордным урожаем там даже звучал где-то семьдесят два или семь шесть килограмм дерева и практически все сладкие это он мне сказал два года назад это он не сказал на днях ну то есть на неделях вот и это подтверждает и уже возникает вопрос вы знаете я зацепился на слово санкт-петербург раз и вы там живете и архангельская область 2 вот сразу все объясняю что надо делать или вы серьезно занимаетесь они как у меня это самое мне не надо ваш у меня упаковки по дискости удобно мне на три кости мне все на три дерева зачем подпишите на три кости к это один край был заказ как-то одну костику заказывали по посте вот другого конца страны одну костику и другая крана берете тысячу я себя цитирую уже как попугай берете тысячу костик лучше 10 тысяч смотря на что вы ну какой у вас кошелек ваш казенный вот и дай бог пусть они у меня сфиксированных схожесть высокая пусть половина взойдет вас 500 а у вас сырость а вас другая совершенно одна специфика для них вот конце концов и получите 100 деревьев но на урале же получилось ведь все же живо вообще все живо вы думаете зря потом это он еще до гонку буквально прошлом и позапрошлом году ваулин ученый я всегда подчеркиваю единственный из науки кто не это не открещивается от железа вот так черного 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 увидел черта и это не верь глазам своим а он поверил и получилось что 20 тысяч до по 20 тысяч до 1000 костик он у меня еще заказал вы представляете 14 гектар это по планах это из его же этих он же проводил как он называется видеоконференцию который я тоже участвовал и получилось так что вот это ваш путь а дальше прививать значит вы уже будете иметь как минимум половину вкусных не сладких а назовенных вкусными и съедобными это такие ненаучные назвала ненаучные слова вкусные ненаучные слова и съедобные научные а по его словам они сладкие значит и второй этап доживем до следующего года потому что у вас выбора не будет вы упоминаете абрикос сибирский вы найдете его если он настоящий запоминайте абрикос сибирский видите как вы много знаете вот латинский перевод вот но этот хибирский абрикос в идеале если он настоящий к нему ничего не приживается это самая авторитетная дальневосточенцы это академик казмин это биолог мротский абсолютно не годен именно на прививку а он еще и не съедобен а реалово это кустарник который растет это не трехэтажный манджуриц что у меня а реал который распространение это западная сибирь видите сколько вам наговорил о восточной нет еще лучше точнее за байкальский край там таге виде кустарника вот и забудьте мой совет я не стал проверять это я могу взять его я могу сделать этот кусарник выше я могу сделать вкуснее дайте мне миллионов 10 я все брошу и методом уже мичурина не железо мичурина с помощью насыщения менторами это сделаю и она я сам делать не буду это то же самое сейчас попробуй ка я найду эти самые как называется найду все те же и восстановлю запорожец это приеду на тот завод на запорожский завод до украину и восстановлю его когда у меня мерседес и и лексусы сплошные вот примерно так же нас я вас отговорил надеюсь а манджурский извините или железу или никуда вот почему но те кто меня это кто пробовал тем же подтвердят вот можно еще где-то но подвой и привой это 1 1 из моих это важнейший момент это лекция вот какая бы ни были умная грамотная там архитектор наверно вы еще и сам биолог ботаник но вы должны это четко представлять только те имеют право на жизнь привитые абрикосы роскошнейшие тут может не дойдем сегодня я вижу что это у меня особое состояние сейчас я вам говорю не о том что сегодня хотел говорить и в случае ваш это вдруг по двое и привой будущем должны расти в едином видишь рядом с другом причем плечу в густоте смешанном саду вот тогда у них есть будущее вот тогда будут такие вещи как моем саду все остальное вы сейчас начали где взять косточки в одном месте возьмете косточки сибирского годы потерянные деньги выброшены косточки манджурского в одном а вот что думать манджурец манджурца разница документальный факт байкова галина николаевна многолетний директор сейчас на пенсии подруга моя вот так имеется ввиду не по жизни а по очень близкий человек единомышленных садовод хотя она профессионал крутейший автор книг автор сортов вот настоящий ученый хотел сказать настоящий полковник так и так она есть это по меркам военных это настоящий полковник и вот я у нее 300 купил 300 арикосов которые она называла сельцами я говорю не дикий она медики продала 40 королевских привил 39 мертвых сороковое прожила год и тоже умерла полный 0 все и только когда совсем другой линии занялся и она теперь моего отец на в мире абрикоса сибирского который манджурский и вне сибирского в сибири от него пошла целая отзыв сейчас по всей россии включая его и ваши края вот с одного единственного но как получилось так где-то везение а где-то тяжкий труд королевский два из десяти остальные мертвые следующее поколение это уже метод наслоения метра наслоение метра железного следующее поколение 5 из десяти с них берем черенки 7 из 10 9 из 10 и когда-то ну ясно уже не все и 100 в общем 70 процентов 90 процентов ну 100 никогда не было но в 98 99 вот это просто а ведь путь такой теперь вы сказали что такое двухлетки пятилетку почему на 2 почему 5 моя пятилетка манджурского абрикоса она размером с баню и в ее плевать поздно двухлетка еще годится а нормально одно двухлетка берем веточку мы с молодого это мой я пошел именно по этому пути расшат на средствах молодой черенок берется с молодого но но полоносящего он был светочим почками молодого двух трех пятилетнего абрикоса не старше не старше и полоносящий на 2 3 год если все-таки вас я не убедил что даже непривитые абрикосы но именно этот который от моего патриарха пошло уже это будет страшно огромная красивая цветут как эти чуть ли не сказал сакура вот вот я вам ответил этот вопрос я потерял 20 минут или 15 но дело в том что время то уходит последний месяц высылка потом они просыпаются прям посылка фотография сделана это ваше будущее если вы не остановитесь то есть вот эти черенки да это академик они имеют практически абсолютную совместимость биологическую с моими мажорцами нарезал я это вчера так вот это академик они мне кончились а я начал делать обрезку которая называю омолаживающих падает огромная ветка сергея и бензопилой омоложение дикое страшное но неизбежно земли нам это когда он обратился пару лет назад шушенская а у нас зарастает тысячи сотни тысяч гектаров лесом с оснами в основном вот надо бы землицы мы сказали все то есть нашей стране для нас земли нет и вот получается что мы частично уничтожаем вот где можем ага ну походили смотрим плоды абрикосов для для вас это ценность необычайно для всей россии потому что потом что дадут вот эти абрикосики более вкусно у них благородный цену вот что ты думаю ну что можно поделать когда их надо уничтожать для того чтобы посадить на их место петр великий пять саженцев некуда садить ходили 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 и никому продавать не хочется цена их не 1000 рублей не две тысячи вот маточное дерево с украины банку плоды не влазили я ничего не выдумал вот жаль хотел сказать спросить его бодера но на том свете так получилось длинная цепочка с трагедии пожар все вот вернул свое работа теперь дома куда бы пять саду посадить вот такая горькая вещь а это для вас это после падает страшно ветка с неба там не мог дотянуться в свое время даже длинуть секатором и с лестницы не мог падает я подхожу тик 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 100 рублей хотя в этом до этого она была 200 но сейчас я готовил еще одну тему да а почему вы потом ниже поймете вставил фотографию а раскрытие не успел ну так сложилось вчера заболело сердце то время когда умирал первого тенков а это вот она просто повседневность хотел использовать поговорить на эту тему вот а тема была такая корни вроде целым сильнейший обрезка